День социального работника расписан по минутам. Надо успеть заехать ко всем, кто так ждет его и нуждается в помощи. Обычно это пожилые люди и инвалиды, которые в силу состояния здоровья не могут выйти из дома, чтобы купить продукты, оплатить коммунальные услуги, убраться в квартире или приготовить еду. А кому-то просто нужно человеческое общение. И даже в свой профессиональный праздник социальные работники продолжают нести службу. Я никуда не хожу и не выхожу. Коленочки очень болят. Один живете дома, да? Один никого, никого нету. Спасибо большое. Помогаю. На 100 сотрудников Центра социального обслуживания «Вера» приходится порядка 500 надомных клиентов. Но помимо этого есть люди, которые за дня в день сами приходят в Центр. Здесь функционирует система дневного пребывания с тремя отделениями. Культурно-досуговая, кружковая, которая, кстати, постоянно расширяется, и отделение питания. Также раз в неделю клиенты «Веры» могут бесплатно посещать бассейн и тренажерный зал. Регулярно выезжают на экскурсии. Мне здесь безумно нравится. И по многим причинам. Нас здесь не просто кормят и развлекают, чему-то учат. Много очень полезного. Здесь я впервые познакомилась, можно сказать, со спортом. Раньше никогда не занималась этим. А сейчас с удовольствием хожу и в бассейн. Мы скандинавской ходьбой занимаемся. Здоровью своих подопечных «Вере» уделяют большое внимание. В скором времени здесь появится услуга медицинского обслуживания на безвозмездной основе. Вообще планов по развитию много. 15 июня в сельском поселении Развилковское откроется отделение реабилитации детей-инвалидов. А в поселке Дубровский уже не первый год успешно работает филиал «Центра «Вера», где местные жители также могут получать качественное социальное обслуживание. Юлия Погосян, Владимир Бежонов, Екатерина Чернышева, Видное ТВ. 14 июня Центр социального обслуживания «Вера» совместно с Российским геронтологическим научно-клиническим центром открывает возможность для жителей Ленинского муниципального района от 55 лет женщины и 60 лет мужчины пройти комплексную программу профилактического обследования специалистами Центра геронтологии. Участие в данной программе позволяет получить необходимую оценку физического здоровья, функционального статуса, психического здоровья и социально-экономических условий жизни для разработки дальнейшего плана лечения, реабилитации и ухода. Подробно исследуется активность в повседневной жизни, мобильность и риск падения, состояние питания, памяти и внимания, эмоционального состояния, определение безопасности принимаемой лекарственной терапии. В геронтологическом центре разработаны и используются уникальные технологии определения биологического возраста, программы профилактики процессов старения и возраст ассоциированных заболеваний, имеющих огромное значение для людей позднего возраста. Начало программы запланировано на 10.00. Социальные работники прошли обучение по специальному уходу за пожилыми гражданами. И в дальнейшем будем направлять на лечение. И специалисты нашего центра будут сопровождать. И в дальнейшем с целью отслеживания той динамики улучшений после проведенного лечения.